вы искали как легко бросить курить всего за один день вы знаете сегодня очень интересный день 17 апреля 2014 года идет великий православный пост а сегодня чистый четверг я думаю что энергия этого дня это будет дополнительный эмоциональный стимул для вас чтобы легко бросить курить ну а материально я вам тоже помогу но для этого как вы понимаете нужно вначале пройти диагностику все таки я врач лечить вслепую это здорово но наверное неправильно вы сами должны понимать потому что вы курили определенное время разного качества сигареты ну и различные нарушения возникли в вашем организме которые нужно тоже устранять вы же понимаете прекрасно что просто бросить курить это здорово но ваш организм немножко потрепало табакокурение и что с этим делать вы знаете я думаю что это тоже нужно сделать вы сегодня получите два в одном и возможность бросить курить и возможность восстановить свой организм для начала давайте проведем такую самодиагностику ну первое понятно когда человек курить чтобы он не курил какие бы легкие тяжелые сигареты трубку курил кальян курит без разницы все равно определенная порция токсических веществ попадала в легкие вы помните свою первую сигарету первую затяжку которая как правило сопровождается хорошим кашлем что это говорит о чем это говорит о том что ну в дыхательной системе находится рецепторы которые почувствовал инородные тела попытались от них избавиться то есть табачный дым рецепторы постарались него избавиться избавить ваш организм а потом кашель исчез как вы думаете почему наверное потому что эти рецепторы погибли и каждый сохраняется теперь только утром теперь у вас есть хронический бронхит курильщика или обструктивный бронхит курильщика по разному называют вот и кашель утром говорит еще об одной ситуации знаете в легких есть защитный механизм еще один мерцательный так называемые петели реснички которые находятся в легких они то что попало скажем так более крупного более крупнее чем молекула пытаются ваши легкие от этого избавить и очищают вот к сожалению компоненты табачного дыма убивают мерцательные петели именно поэтому и скапливается мокрота за ночь к утру и утром кашель и несколько капляков мокроты но это минимальный вариант но вы знаете есть еще максимум если вы думаете что во время курения вы вдыхаете только дым кстати проверить легко и просто сделайте затяжку потом приложите губы к руке с усилием так это сопротивляясь выдоху все-таки сделайте выдох вы увидите тут смолу это та смола которая не осталась ваших легких она вышла с выдыхаемым воздухом уже табачный дым вы тоже выдыхаете часть правда остается но это далеко не все статистика говорит о том что в среднем около двух килограмм пыли пылевых частиц попадает легкие обычного человека который находится ну скажем так в экологических не самых плохих условиях конечно когда это промышленный центр это когда крупный какой-то комбинат находится рядышками просто большой город где много автомобилей количество пыли резко увеличивается прикиньте два килограмма пыли в год полторы тонны пыли за жизнь и от этого организм ну скажем так очень сложно избавляется я уже молчу о том что кубический сантиметр городского воздуха это примерно миллион микробов несколько миллиардов микробов дыхает человек за одну минуту таких минут сутках 1440 а сколько таких суток вы уже прокурили соляйте какая армада бактерий пытается проникнуть ваш организм и как должна работать там иммунная система она работает но с большим напрям напряжением ну и ее дисбаланс видим сожалению не всегда сразу до бронхит показывает том что хозяин энергии у вас уже не хозяин энергии он серьезно пострадал но вы знаете рак легких это номер один среди курильщиков и он 20 раз чаще чем у тех среди тех кто не курит то есть из заболевших раком легких 19 курильщиков и один не курильщик а еще рак гортани рак нижней губы где действуют компоненты табачного дыма концентрировали это тоже нельзя сбрасывать со счетов потому что онкология среди причин смерти это номер два вы немножко напрягаете эту систему поэтому думайте об этом и эту систему нужно обязательно восстанавливать каким бы способом вы не бросили курить рассмотрев мое видео до конца получив мой рецепт конце или пройдя кодирование другие способы легкие вам нужно восстанавливать они страдают в первую очередь страдают больше других органов но если бы только страдали они вы знаете я бы не писал это видео было слишком просто вы знаете курение легкие все связь простая нет связь значительно глубже потому что как только вы вдыхаете компоненты дыма даже еще мерцательный эпителий не погиб а продукты неполного горения табака попадая в кровь там угарный газ фактически образуется попадая в кровь он блокирует гемоглобин и в крови возникает ну небольшая гипоксия ваш организм попадает состояние гипоксии как реагирует здоровый организм на эту ситуацию мы очень просто постепенно повышается количество эритроцитов и уровень гемоглобина сделайте анализ крови когда его последний раз делали какой результат посмотрите соответствует ли красная кровь то есть количество эритроцитов и уровень гемоглобина вашему уровню двигательной активности думаю что чрезмерно и это серьезная проблема потому что по большому счету это два основных показателя которые отражают высокую вязкость крови и вы легко это можете все проверить проверьте свою скажем так физическую выносливость способность выдерживать различные физические нагрузки я думаю что когда вы начали курить это способность немножко снизилась вы можете провести легкий тест попробуйте час не покурить за это время примерно в здоровом организме вязкость крови снижается кровь становится как у обычного человека попробуйте выполнить какую-то нагрузку пробегите там допустим круг по стадиону с максимальной выкладкой засеките время которое вы на это потратите а потом покурите после это отдышитесь восстановите спокойно а потом покурите и после выкрыли сигареты проделать эту же нагрузку сравните результаты я так думаю они вас очень серьезно удивят потому что физическая нагрузка при высокой вязкости крови который меняется после выкуренной сигареты вернее в процессе меняется сохраняется примерно час показатели резко меняются поэтому когда вы вынуждены идете на перекур да я понимаю вегетатика работает желание покурить возникает не дай бог вам в течение часа после этого физическая нагрузка вы изнашиваете сердце потому что в принципе ну хорошее сердце здоровое сердце да в принципе у обычного человека за сутки перекачивает 12 15 тонн крови за одно сокращение всего 200 миллилитров 150 200 миллилитров а таких сокращений при пульсе 70 100 тысяч в минуту умножьте на досуге проверьте мои слова не вопрос за год ваше сердце перекачивает более 5000 тонн крови представляете если железнодорожная цистерна перекачивается 15 тонн а там 60 за четверо суток целиком гигантскую нагрузку выполняет сердце при этом и как вы думаете вязкость крови влияет на это да все непременно уже перекачивать сметану или молоко то две большие разницы как говорят в одессе и развивается естественно легочное сердце вот здесь ну конечно кто-то из вас может сказать да ладно господи 250 тысяч долларов от 250 тысяч долларов пересадка одного сердца правда бы уж нам и вам придется принимать препараты которые будут подавлять вашу иммунную систему и фактор номер один по легким очень серьезная вещь потому что иммунная система у вас немножко уже пострадала конечно можно если у вас больше банковский счет примерно 500 тысяч долларов стоит пересадка бэушных сердца и легких комплекте конечно легкие будут может быть поздоровее может быть человек тот тоже до вас покуривал трудно сказать но если у вас такие деньги на банковском счету или будете продавать недвижимость автомобили забудете про отпуск не конечно когда у вас такие деньги вы заработали не вопрос у вас есть такая возможность но еще нужно донора поймать у вас был хороший донор хорошим сердцем с хорошими легкими тоже не так просто потому что в принципе сердечно-сосудистые заболевания это номер один среди причин смерти и вязкость крови очень важный показатель который напомню возрастает сразу от начала курения резко увеличивается она проверяет два компонента основных прочность сосудов и мощность сердца если вы считаете что ваши сосуды сто процентов великолепной прочности все сто тысяч километров которые вы имеете ну я ваш оптимизм не очень разделяю потому что все таки я понимаю что компоненты табачного дыма на сосуды влияет плохо даже как и мощность сердца постепенно истощает ведь вы должны сидеть считать а покурил 40 минут сидим спокойно не волнуемся все в порядке физическую нагрузку не даем через 40 минут небольшая нагрузка но если вы закурить захотели вы опять сидите вынуждены сидеть потому что чем активнее будете двигаться тем активнее вы изнашиваете свое сердце но сосуды опять-таки легко можете все проверить если вы курец с небольшим стажем вспомните когда у вас последний раз обострялся гастрит язвенная болезнь эти состояния возникают на фоне плохого кровообращения в сосудах желудка двенадцатиперстной кишки соответственно там возникает различные патологии если вы покуриваете дольше посмотрите оцените о волосе не на ногах попробуйте ноги не холодные холодные конечности с одной стороны это может быть признак скажем веет асуистой дистонии молодежь там молодые ребята девушки могут иметь холодные руки ноги это синдром бсд это говорит о том что сердце у них не самая прочная не самая крепкая но не может на периферию закачивать кровь и все это обостряется естественно во время табакокурения если же они были у вас холодными а стали теплыми но это в ритм сюда в принципе иммунная система ваша среагировала кроветворение усилилась и у вас может проверить это легко и просто проверяется повысился уровень гемоглобина и количество эритроцитов до теплоносителя стало больше но износ сердца еще больше увеличился поэтому тут нужно просто думать и смотреть вот эти ситуации эти признаки вы можете легко проверить у себя как только у вас уменьшился волосей на ногах как только у вас увеличилось время заживления различных ссадин порезов на ногах вы уже у вас развивается фактически облитерирующий эндортерит и вероятность ампутации верхней трети бедра у вас очень высоко там сосуды бьются на протяжении всей нижней конечности там просто хорошее давление и хирурги увы вынуждены обрезать ноги знаете по уровню семейных трусов помните старые советские трусы так вот примерно так ниже не получается потому что там просто ничего не заживает и и это серьезная проблема на мой взгляд ну гастрит есть у всех господи слюна плюс никотин конечно повышает вероятность обострения и конечно возможен вариант вас сейчас возникла идея куришь надо сплевывать чтобы не раздражать желудок да конечно сплевывать можете если у вас родители по генам по мужской линии ну скажем так мужчины могут сплевывать потому что если там хорошая потенция можете сплевывать потому что в принципе мужские половые гормоны циркулируют по организму один из непременных этапов циркуляции это слюны и железы если вы будете сплевывать то вы автоматически снижаете свою потенцию и попадаете в импотенцию конечно если у вас хороший запас прочности не вопрос вы можете поиграться с этой системы своего организма если нет тут есть варианты вот ну глотать слюну тоже плохо потому что как вы понимаете когда канцерогены табачного дыма попадают желудок увеличивается вероятность рака желудка толстого кишечника особенно при запорах то есть эти ситуации они появляются непременно да не появляется неожиданно не проявляется сразу только закурили сразу бежим к онкологу нет первый кабинет это все-таки кардиологу там основная проблема потому что вязкая кровь прежде всего там дает о себе знать конечно вы понимаете что вы таким образом легко выходить из стресса механизм тот же самый когда у вас относительно жидкая кровь попадает к мозгу мозг получает кислород питательные вещества он имеет право активно работать а случае какой-то ситуации и выходит состояние стресса все нормально как успокоиться далеко и просто увеличить вязкость крови только вы закурили несколько минут и вы уже успокоились успокоились почему что саблезубый тигр куда-то делся ситуация решилась нет ничего не изменилось изменилось только одно количество кислорода который идет к мозгу количество питательных веществ которые идут к вашему мозгу мозг попал в состоянии гипоксии на голодный поек да еще и получил порцию токсинов и затих тихонечко в надежде что эта ситуация когда-то закончится поэтому вы должны это понимать что это не просто так непростой успокоительные никотин а очень дорогое очень опасная для жизни уже опять-таки вязкость крови но есть статистика среди курящих количество частота инфарктов и инсульта увеличиваются в несколько раз это проблема особенно если вы курите на ночь как снотворное используйте то еще вероятность если вы еще храпите вероятность умереть ночное время резко увеличивается потому что храп сам по себе он тоже испытывает возможность вашего организма такое видео есть на моем канале вы можете легко просмотреть стать если вы еще не успели подписаться подпишитесь у меня много видео на разные темы очень несколько несколько видео хороших видео о вязкости крови о том как это здорово для вашего организма иметь высокую вязкость крови посмотрите их на досуге есть еще один вариант знаете если у вас еще нет детей то и вы закурили для того чтобы найти себе вторую половинку или как-то по-другому себя чувствовать компании вы знаете вероятность иметь детей у вас резко уменьшилась не увеличилась да возможно вы с кем-то найдете общий язык но токсичные компоненты табачного дыма я уже сказал во первых влияют на гормональную систему и снижают потенцию но если это было единственным вариантом знаете для того чтобы у вас появился ребенок если вы мужчина достаточно всего один сперматозоид который добежит до яйцеклетки вопрос резко снижается качество спермы снижается подвижность снижается жизнеспособность сперматозоид и вот здесь возникает серьезная проблема то есть мужчина курит а у него не только снизилась потенции но и снижается возможность иметь собственных детей и это очень важно знаете женщины когда покуривают особенно молодые женщины ну они тоже многим рискуют во первых несколько десятков токсических соединений вводят свой организм и если они считают что это правильное питание для будущих детей ну ошибаются далеко не это правильное питание с вам нужно видео про правильное питание смотрите опять таки на моем канале достаточно много на эту тему я уже написал видео и еще напишу дальше будет больше интересного но вы знаете эта ситуация резко повышает биологический возраст вашего будущего ребенка и вы можете родить ребенка который по биологическому возрасту будет существенно старше вас это серьезная проблема больше того если женщине удастся забеременеть то родить выносить во первых ребенка и будет очень сложно и родить будет сложно потому что никотин влияет на тонус матки на ее сократительную способность это тоже серьезная проблема знаете для того чтобы женщина могла курящая женщина могла спланировать рождение и просто беременность беременность запланировать это знаете дурное дело на хитре дурное дело все просто решается вопрос в другом нужно не просто запланировать рождение ребенка или беременность я бы хотел предложить вам другой вариант запланировать рождение здорового ребенка а это две большие разницы опять таки потому что когда женщина вводит десятки и сотни токсичных соединений свой организм а должна возможность иметь очиститься от них освободить от них свой организм иначе возникает проблема вы должны это прекрасно понимать что не по задержке месячных нужно бросать курить или уменьшать курение яйцеклетка вступает на путь развития за три месяца до беременности до того момента как ее оплодотворить какой-то сперматозоид и в этот период за три месяца до предполагаемого предполагаемой даты зачатия женщина должна быть здорово и бросить курить нужно до того очистить свой организм и только после этого здоровом организме планировать рождение вернее зачатие здорового ребенка иначе вы понимаете какого качества здоровья ребенка вы себе родите у него головная боль будет как все оставшуюся жизнь потому что жизни будет немного здоровый нездоровый ребенок долго не проживет а у вас будет головная боль как его лечить это очень серьезная проблема поэтому я хочу вам предложить совершенно другой способ не просто бросить курить бросить курить это здорово я вам помогу это сделать нужно еще и восстановить ваш организм потому что по большому счету если вы подкашливаете отделение пульмонологии вас ждет или лор врач если у вас какие-то боли в желудке какие-то там диспепсии и сжога до гастроэнтерология ваши ну конечно курение гематологию вы попадете потому что кровь раздражена кровь пытается выполнять функции вашем организме переносить кислород и углекислый газ заодно другие полезные вещества а высокая вязкость крови резко нарушает эту систему понятно невропатологу будете заходить реже потому что покурили успокоились чем к нему ходить хотя нервная система получает вас далеко не правильное питание а может получать 20 процентов крови серьезная вещь к репродуктологу тоже можете конечно ходить можете решать проблему совершенно иными путями но если вам нужно естественное зачатие рождение своих детей естественным способом тем более что это в принципе где-то еще и приятно кроме того что это полезно в дальнейшем потому что уровень здоровья будет другой то к репродуктологу тоже можете не заходить но это как бы мелочи вы знаете более серьезно если у вас уже есть проблемы к сосудистому хирургу и грозит ампутации хуже если вы курите продолжительное время не ведете здоровый образ жизни не думали очищение своего организма до вас висит онкология ну секса патолог понятно он уже вас не возьмет потому что пока вы не бросите курить потенцию вас не восстановится это бессмысленные это взаимоисключающие вещи либо потенции либо курение кардиолог тоже вас будет в принципе заинтересован потому что постепенно износ сердца и сосудов будет происходить и густая кровь будет проверять их на прочность на сердце на мощность то есть понятно что кардиологические диагнозы у вас будут появляться и хорошо если вы бросите до этого уровня потому что все вышеперечисленные ситуации они еще обратимы знаете практически сто процентов бросают на следующем этапе это в кардио реанимации когда ну увы не смогли вовремя остановиться и попали более серьезную проблему знаете где невозможно бросить курить где все проблемы которые я только что обозначил видны как говорится невооруженным глазом это столб патологоанатома вот туда вы знаете лучше попадать попозже все-таки лучше ситуацию решать на более ранних этапов и что вам нужно для того чтобы бросить курить да у вас есть зависимость но зависимости это решается легко и просто через очищение крови очищение вашего организма это очень важно провести это очень важно сделать потому что ну а это основа тогда вы можете легко во первых бросить курить и во вторых одновременно вы делаете еще одно движение вы очищаете свой организм от тех ситуация тех проблем которые только что обозначил это тоже не мелко потому что есть могут конечно помочь бросить курить закодировать да есть у вас сознательная деятельность вы понимаете что привычка такая если вам в подсознание забивает клин нельзя вас возникает шибко обменных процессов шибко нервной деятельности знаете попадание психиатрию на такой ситуации очень вероятная вещь потому что в вашем организме возникает стойкий дисбаланс вы понимаете многолетнюю привычку а там где-то у вас сидит злой дядя кричит нельзя будет плохо помрешь да можно умереть на таком уровне вы знаете лучше все это сделать оптимально потому что в этом случае улучшится у вас состояние легких самостоятельно может быть когда-то и улучшится вязкость крови сердце сосуды организм потенция это все нужно восстанавливать вы думаете самого становится не конечно можно вы знаете конечно после такого экстрима который у вас был если вы курили определенное время можно конечно выгнать машину на трет-бан значительно гуманнее на станцию техобслуживания оценить состояние здоровья который вы надеюсь уже оценили свое состояние здоровья и вопрос что делать что делать очень просто ну я врач со стажем более 25 лет я знаю что такое здоровье что такое лечение разработал комплексный метод оздоровления в том числе и восстановление после табакокурения уже десятки людей с моей помощью бросили курить у меня несколько статей в интернете уже не первый год есть и результаты есть люди бросают курить понимая насколько им это не нужно и насколько опасно для их здоровья потому что табакокурение напомню рейтинг в рейтинге причин смерти причина номер один сердечно-сосудистые заболевания прицентов 60 причина номер два это онкологические заболевания 15-20 процентов автоматически кстати падает иммунитет и появляются другие проблемы они тоже подтачивают ваше здоровье зачем вам это надо здоровье нужно повышать здоровье нужно хранить уже конечно у вас есть возможность возможно на пересадки сердца легких сосуды вы как замените замените потенцию мы узнаете фильмах фантастических пишут о пересадке половых органов но знаете заканчивалось плохо организм реагирует плохо на эту ситуацию и там возникает онкология то есть очень сложно восстанавливать организм по запчастям значительно дешевле и выгоднее комплексно потому что вам нужно просто-напросто хорошо почистить кровь фильтр номер один для крови это работа печени что делать если у вас есть печень я знаю если вы не знаете что делать если у вас есть печень контакты вы видите вы можете обратиться можете посмотреть кстати десятки моих книг других можете просто прочитать сотни статей которые есть в интернете сотни видео на моем канале то есть информации достаточно много важно одно вы сможете легко бросить курить если к вашему желанию добавится мои возможности по очищению вашего организма тогда система будет работать хорошо и организм постепенно будет восстанавливаться ну к сожалению до того уровня насколько это возможно вы понимаете что система восстановления в организме великолепно она тоже имеет свои пределы кстати если вы хотите бросить курить не в одиночестве среди ваших друзей знакомых родственников есть еще те кто курят покажите дайте им ссылочку на это видео пусть они посмотрят пусть попробуют оценить состояние своего здоровья и необходимость бросить курить или не бросить курить конечно решение принимаете вы а я жду ваших звонков ваши письма и подумаю какое еще видео написать для вашего здоровья и активного долголетия напоминаю это видео имеет дополнительную лечебную силу потому что написано в чистый четверг 17 апреля 2014 года во время православного поста это дополнительный стимул для вас бросить курить а для меня написать еще одно видео для вашего здоровья и активного долголетия я думаю что еще ни одной вытащу